доброго времени суток всем дорогие друзья с вами как всегда на связи каналах заработок хорошо владимир сушков и сегодня у нас произошла встреча практически запланированная с андреем жариковым тоже видеоблогер тоже инвестор мы вот таки частенько общаемся на тему инвестиций да да прямые эфиры кстати проходит раз в месяц но сейчас много уже вы сейчас пообщались не было но мы сейчас опять возвращаемся к традиции будем каждый месяц с данным местом с андреем жариковым еще плюс у меня люди просились тоже прямые эфиры проблем надо расширять круг блогеров будем расширять так что будем скоро проводить такие прямые эфир хотели просто записать интервьюшку потому что андрей как раз приехал в сочи первый раз да ты да да ребята я первый раз добрался до славного города сочи впечатление на данный момент самые приятные потому что здесь солнечно красиво природа какая погода ну в нижнем новгороде уже так холодает уже осень конкретная вот здесь все тепло вчера купал да в сказать жарко вчера купался вот сегодня еще пойду так что черное море за то есть какой вообще целью приехал это ждал да да ну так получилось я как бы совмещаю и дела опять же полезно приятное с полезным но для инвестора это тоже полезно просто прошедшие выходные было мероприятие инвестиционной компании вот и сейчас как раз вот я решил еще отдохнуть ну поскольку знаю что володя в сочи предложил встретиться до его как раз речь произошла да скажи пожалуйста вот поскольку ты коренного ты коренной вообще-то родился в сочи или отсюда три года как амбанили ехали от ну четыре года как купили первую квартиру недавно женой минали и переехали мы три года сюда ну вот как я-то понятное дело для меня это первое впечатление помнишь знаменитую поговорку не путай туризм с эмиграцией да потому что что-то приехать посмотреть как туристы это одно жить другое вот что можешь сказать на данный момент спустя уже три года жизни по проживанию взрыв ну в целом тут все довольно таки неплохо и если сравнивать там какие-то другие города даже курортные то сочи такой оптимальный вариант но город достаточно дорогой или сравнивать с москвой то цены здесь такие же даже в чем-то больше я даже недавно сравнивал цены с москвой на квартиры и там сейчас мне кажется что жилье намного дешевле если вот мы не берем какую-то элитное жилье какие-то там квартиры в новостройках то здесь сейчас прям цены очень не скачали прям наверно в три раза практически на квартиры за последние наверно полгода не да очень сильно так очень мне здесь нравится мне вот и горе москва тоже хороший город этом родился всю жизнь прожил сюда переехали в целом тоже неплохой город но если сравнивать что мне больше нравится сочи или москва то выбор мой очевиден я проживаю здесь но в москве мне тоже сейчас неплохо хотя раньше говорил что москва мне не нравится сейчас я так немножко поменял свою позицию и считаю что везде хорошо тем более если как у нас а в москве что конкретно не нравилось климат да что где мы больше климат потому что там такие серые будни и что такое мрачненькая печаленькая осень такая дожди зима слякоть и мне это не по душе вот а здесь практически ну не сколь больше солнца боль больше позитива больше солнца позитива ты правильно сказал намного приятно но семьей нам больше нравится здесь зима детям тоже и мы плавно переходим друзья если кто-то хочет переехать встает вопрос стоимости да и соответственно опять же чтобы приобрести здесь что-то свое опять же надо иметь либо какой-то капитал достаточный да вот и инвестирование это один из таких способов надо если ты инвестор то у тебя появляется возможность со временем приобрести собственно говоря жилье в любом месте в любой точке планеты где нравится где нравится и там можешь выбрать место проживания рождения все переехать туда или основаться там окончательно ну или там в разъездах быть кому так нравится кто-то с семьей там путешествует только на одном месте смотри а когда есть уже такой хороший стабильный что тогда немножко прогуляемся море вам покажем а то мы стоим спиной тут здание вот за спиной море черное море белый пароход да не знаю будет ну должно мы наверное в тени будем до часа немножко совсем нет да в тени но нормально да по силуэтом нас узнаю так вот волой смотри когда у инвестор есть уже хороший пассивный доход по идее как ты правильно сказал он может при желании даже в любую страну переехать не обсуждали вы семьей например они переехать ли нам в какую-то еще страну ну у меня есть наметки и планы вообще пожить на боли меня прям мечта такая навязчивая но и жена у меня против это идея да ну и большей степени из-за детей потому что нам с медицины что такие не очень хорошие ситуации поэтому она опасается именно за здоровье детей но я прекрасно понимаю так сейчас дети подрастут я думаю что мы все таки мою мечту осуществил как-то надо пару месяцев то что переедет опять же не обязательно переезжать на совсем то просто нет на совсем нет здесь наверное больше в россии вот многие говорят там почему выбрал сочи ли там за границу почему не поехал там лучше жить и я считаю что в россии комфортнее и вообще по проживанию и менталитету во первых или во вторых и плюс еще с налогами если мы там берем то смотря где-то в америке вообще там жесть в европе тоже там если сравнить да у нас кстати тоже такая ситуация сейчас уже не подходит такая критическая когда государство берется за каждого человека который проживает у нас неважно где он работает чем чем занимается все операции будут отслеживаться мне здесь комфорт отлично я друзьям поздравляю кстати володю с пополнением в семье да у него родилась дочь моя мирослава мирослава да отлично от лица всех подписчиков поздравляю благодарю да и собственно как раз то что володя занимается инвестициями согласись все-таки в наши неспокойные времена когда на рынке там много непонятных событий происходит я имею ввиду рынок в целом мировой да там колбасит коронавирус бизнеса закрываются все-таки множественные источники дохода согласись придают определенную уверенность да да я хочу сказать что в целом это конечно очень хорошие подспорья и у кого не было капитала какого-то накопленного кто столкнулся когда мыла в пандемии то это было жестко конечно кто не понимал что нужно иметь помимо работы какие-то еще дополнительные источники дохода тот столкнулся про с большими проблем я надеюсь вот у меня просто много для друзей у с кем я общался и летом по услугам там по каким-то с тем этом тоже там контактирую вот они сейчас понимают и говорят вот я столкнулся ними именно с этой проблемой и сейчас я понимаю что мне нужно иметь где-то что-то инвестировать чтобы не столкнуться с тем что я прошел полгода назад то есть получается а но они знают что ты инвестициями занимаешься и раньше скептически к этой затеи относились дачу волосико там чем-то непонятно что-то мутит там до чем-то непонятно занимается или нет немножко не так это мои старые друзья на не сейчас вот осталось у меня там несколько друзей которые тоже так немножко где на под инвестирует с остальными я не общаюсь так изменился круг общения круг общения изменился вообще кардинально а я говорю против про тех людей вот допустим примеры какие привести сейчас у меня в гараже идет ремонт закончился сейчас делают большую картину там вот женщины и этом в инстаграме нашел нанял и вот мы с не ездили за краской как раз общались я говорю ну а как вы там вообще к инвестированию относитесь она говорит а я вот столкнулась вот почему я говорю когда была пандемия заказов стало мало заказом потому что все у нас посадили дома но несмотря на то что там раньше я делала в секторе там ресторанчики там где-то такие картины это все закрылась и я испугалась что все лишилось работ но открылся другой сектор это кто делает квартиры на ремонт они стали делать заказы я так немножко выплыла и в конечном итоге она вот ей посоветовала девушка тоже она пришла там в инвестицию в лайфы сгутом она открыла счет лайфы сгута и консультация финансовая она тоже не видит инвестирование нужен разговорились все ну и таких примеров достаточно много это несколько и ну по сути ты видишь что даже люди многие люди начинают задумываться о дополнительных источниках дохода до задумываются начинает действовать и видят что это ну реальный такой не можешь сказать необходимость то есть если раньше это может быть какая-то там ну по желанию да там пирамида сейчас уже люди начали задумываются что надо что-то делать потому что может произойти сейчас все что угодно как мы поняли да 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 любая последний раз когда мы общались я спрашивал а сколько у тебя источников доход ты говорил 42 по моему ну да сейчас где-то 49 еще расширил да ну да и постоянно я в этой цифре примерно встречи клуба заробара хорошо вот последние месяцы но регулярно проводил нас постоянно это у нас клуб он работает постоянно действует а даже когда ты в поездках тебя кто-то замещая у нас работает 5 администраторами каждого там свои задачи они или сами проводят какие-то прямые эфиры или тоже вот денис алексеев администратор клуба у него задачи находить недели через неделю каких-то спикеров по нам приходят и что-то обещают рассказывать или по проектам по каким-то или какие-то там финансовые консультации отлично четыре месяца пока там москве был все проводилось там не мало было времени вот ребята кстати я не знаю ты видел ролики или нет я же в июле съездил в гану там где я не видел в прошлом году если они правильно помню у вас выступали ребята из ренессанс компании это золото добывающая компания в гане в клуб включали ее да она у нас есть клубе у нас есть инвесторы с клуба алексей агафонов и есть мы несколько раз приглашали спикеров из этих разных директоров да 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 там там владимир ножнин директор приходил да и у меня просто новость что я в июле по приглашению съездил туда в гану был на прииске было классно то есть они пригласили несколько там блогеров инвесторов сетевиков скажем так нас был человек восемь мы там побывали в офисе компании съездили на прииск посмотреть мне понравилось так что если созреешь то очень рекомендую да потому что ты зашел да 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 потому что одно дело я про компанию то знающий с прошлого года ну как-то там доходность консервативная достаточно без энтузиазма воспринял а в 10 процентов 5 процентов в месяц на данный момент 1,2 неделю они платят в целом это очень неплохо да вот но я имею ввиду что если созреешь то уверен что они тебя с удовольствием тоже как говорится пригласят меня уже давно на вот алексей зовет и там как-то это но кстати надо подумать да 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 отлично и скажи пожалуйста что думаешь вы наверняка в клубе заробара хорошо обсуждали за последние месяцы было несколько громких скамов там слышим новости по финика в том числе антары с финика и так далее что вообще интересного тут произошло ну что финика мы обсуждали вот эти вот скамы монтарости наш команда сразу скажу что очень хорошо заработала мы зашли практически на старте еще да это не на старте там через два-три месяца мы нашли как антара сработал мы прошли полностью два круга и все уже до активно течение второй круг уже там где-то там про скамился уже когда и потом через полгода уже когда круг прошел мы уже не стали куда никого ждать звать точнее и сами просто проинвестировали второй раз уже на пассиве получили то есть мы уже там и кто там спрашивал можно зайти в квартал фигуре нет не надо потому что уже боль но мне забавно что этот алекс рихтер штампует ролики и чадоба форта ребрендинг сделали они же видишь как типа якобы они на россию закрыли а там в европе что вы мы работаем когда что в россии они все работали сейчас не могут работать также какая физика вот я кстати даже ролик записал по финика потому что у меня были там адепты год назад которые со мной спорили замечаете там два человека это не хайп конечно же это не хайп это там инвестиционная деятельность они там торгуют и потом потом они перейдут на какой-то там консерватив и все будет работать вечно я эти скрины сделал это переписки а ты злопамятный а я сказал что ребят когда сказал да я вам пришли нет я не то я при просто прислал я взял не поленился записал ролик всю эту переписку поднял у меня вызвано в этой в истории телеграме сохранилась показал кто эти того что вот кто в саду испорим им отправил еще я бы ночью задам финика компании лет но ребята все и один и второй сказали все мы там все поняли и один там сказал что я там знал уже там потом уже понял когда с тобой спорил что это понятно ты говорит а второй будет ты меня будет нашел через год через такое время я говорю я сказал что я я выполнил обещание хорошая история но я еще расскажу что я не против финика дал никогда просто офигенский проект который проработал и дал заработать огромное количество денег и понятное дело что в конце были там потерпевшие проигравшие ноги финика и даронина просто жесткую порту публичным делали все посадили ну и он и сам красавчик тоже ушло нормально так что ну зато выйдет будет красавчик жить припеваете добрают там доживатели как там говорит слушай а что думаешь насчет вот этой истории там что якобы его там схватили это бред конечно ты просто я не знаю я вот специально заморочился послушал зароне на этот бред а да да вот потом послушал этих ребят которые там мы я не я жопа не моя это дороге там все виновата и даже он на них типа вот ребята не отвечают я пишу меня поехали эти как это как они там все объясняют типа что он улетел в турцию и его схватили вот и просто картину представь он прилетает и он сказал вы видеть 50 миллионов датам и он им звонит ребят перекиньте мне все деньги которые есть меня схватили мне надо короче расхватиться с этим потом он там якобы расплачивается прилетает куда-то в казахстане или где он там жил и все хорошо но ты веришь не конечно зная как работают биржи и любой любой финансовый инструмент с выводом это же время все занимает нет но 50 миллионов это не такая уж большая сумма для биржи для финансов это вообще копейки и перекидывается при криптии она очень быстро но история сказочная на мой взгляд это просто ну а шерма ну вот мне тоже как не очень правдоподобно это все конечно тем более у людей возник вопрос а если он собирался как он по бизнесу ехать зачем он там стал оформлять документы с турецким именем на паспорт поменял не хотел тоже под смыться но запасную площадку готовил да ясно что на 21 год интересного происходит какие-то новые направления наверное появлялись лучше ну сейчас рассматриваю несколько серьезных направлений там но сейчас пока не буду говорить мало информации но заходить буду очень счетом сегодня как раз изучал робота 1 и финансы на хобби вот только запустилась тема по опи они тангуют и вроде как такой процент неплохой там и 20-30 месяц по крипте сейчас напомни пожалуйста несколько месяцев назад я видел ролик по какому-то роботу через опи тоже вот он торгует криптовалютный на к как-то он называется я забыл как типа может быть каким-то роботом пользоваться просто и результаты у меня были там но роботы которые были все послево нового по стритбот в этом форекс на форекс всегда послевал там депозиты как раз вот когда началась вот этого пандемии она форекс валился весь рынок но это у всех не говоря это просто когда все хорошо на рынке то роботы нормально на форекс и когда происходит такие события то будет слив практически большинстве случаев задам тогда вопрос друзья вот смотрите мы сейчас поговорили про скам финика она конечно к сожалению те кто поздно зашли да многие потеряли и у людей какой выбор некоторые кто сильно влетел разочаровываются говорят все никогда больше не буду заниматься потому что это инвестиции инвестиции это лохотрон до большинство случилось но кто-то все-таки принимает решение двигаться дальше вот я знаю что володя когда начинал только инвестирование тоже не однократно постоянные были потери вот скажи пожалуйста вот как раз для тех людей для кого это первый опыт можно сказать инвестиционные все-таки почему почему этот к некоторые год нифига себе хорошего что хорошего я там потерял 10000 там 20 тысяч долларов да вот скажи вот чем тебе опыт потерь был полезен все-таки да я понял вопрос хорошие благодарю андрей мне опыт был полезен чем что я купил свои уроки я всегда их покупал благодаря потери я брал какое-то направление инвестировал туда деньги у меня была идея что я на этом направлении идея фиг что я заработают именно на нем и я прям где-то там два-три месяца полгода тратил своей жизни изучая это направление и инвестировать не только вот в один проектов подобные допустим в экономические игры у меня был нам бог когда я только полгода вкладывал там 5 10 15 игр идея фиг что я там заработал вот это реальная тема и вот такие куда таких людей у меня очень было много потом раз все я понял что на играх я вообще мало за работу надо идти дальше потом какие-то там млм компании потом сетевые компании там проходил еще там что ты и везде практически там везде терял покупал свой опыт была цель уйти с наемной работы почему не бросал почему там не останавливался у меня там родился ребенок у меня там была куча проблем у меня было там пять кредитов не закрытых машина в кредит и коллекторы меня давили со всех сторон суды с банками и это мне заставляло двигаться потому что я полива что надо это все отдавать и гасить есть цели там куда-то там переехать куда-то съездить а я не мог выехать потому что у меня там все было арестованной машинам у меня у приставов просто все и сказали все ты не можешь на ней ездить и пенчатами вот и пришлось решать эти проблемы благодаря покупки таким уровнем и постепенно когда ты видишь перед собой будущую цель ты идешь к этой цели то тебя ничто ничто не может остановить никакие потери ты понимаешь потерял ничего страшного надо идти дальше надо еще проинвестировать надо что-то попробовать новое и когда-то я там выйду из положения разбогатею вот эти цели мечты меня грели заставляли двигаться только вперед то есть как раз вот этот настрой не сдаваться когда давать и калере релик до чтобы не происходило я всегда говорил в роликах раньше когда то момент встаем с колен идем дальше отряхиваемся ничего страшного не произошло это опыт конечно и собственно насколько я понимаю сейчас благодаря вот организации клуба заробара хорошо можно сказать это такое сообщество единомышленников где вы как раз обмениваетесь и информацией и опытом и это позволяет как раз меньше совершать вот ошибок которые ты наделал в самом начале да там делюсь опытом я нам у нас есть табличка по моим направлению куда там рекомендую вкладывать именно клуб чана какие-то прям кайпы которые там даже есть на ютубе и они тоже не для всех в клубе я их не рекомендую там ну не все но куда-то говорю ребят здесь можно зайти на старте заработать потому что крупный хайп крупные пирамиды типа там финик или еще там что-то а где-то говорю ребят сюда не заходим потому что не нужно лучше зайти консерватив на лайф изгода манер капитал там фонды разные вот где у вас будет работать годами где можно копить капитал чем зайти там куда-то слить свои деньги и все без лишних нервов вот так что вот так все есть все было отлично какова отдача вот от клуба с ну именно со стороны участников то есть уже допустим мог как сейчас модное слово кейсы да здесь пример вот человека полный ноль был в инвестициях пришел вам клуб и под вашим чутким руководством по вашим рекомендациям начал инвестировать этих примеров очень много есть кто ушел с наемной работы вот в клубе это много поздравляли людей таких есть человек вот виктор машин как моя сейчас правая рука в год который делает на моей команде заплечивания у него уже достаточно хороший капитал сложен в альфа изгода вот первые ролики я помню там смотрели человек просто не плакала как такое плачевное состояние было что вот там жизнь скучная я там хожу работаю на погрузчики водитель погрузить в этом новороссийского ничего не нравится вот у меня есть дети хожу как день шурка да да сейчас он просто расцвел так сказать получил огромное количество даже от нас подарков и камен в руку он получил седьмой по моему gopro шкула подарили скинулись ему отлично волой сразу вопрос сколько времени понадобилось на вот эту трансформацию до суши но примерно где-то около года ребята вы представляете как изменилась жизнь человека всего лишь за год 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 жизни потратил он также видел перед собой цель идет к этой цели до сих пор сплотить хороший капитал стать хорошим финансовым консультантом и помогать людям он уволился уже с работы да и лучше сейчас честно говорю не знаю надо узнать но на пути на пути к этому капиталу уже достаточно хорош который позволяет хотя бы зарплату у него такая же как нам даже я думаю что побольше опять же кстати друзья те кто переживает опасается конечно не нужно сжигать мосты сразу вот увольняться и бросаться в омут головой да пожалуйста как ли сделал виктор параллельно с основной работой разве за ним изучая занимаясь инвестированием разбирайся до разбирайся ряд я кстати тоже такой же путь проходил за меня было четыре наемных работа когда у нас был сайт женой по продаже одежды мы с вами я там на работе на 1 создал покупались там покупали на садоводе по и продавали через сайт я работал сам развозил эту одежду свободное время курьеров работал у меня в интернет-бизнес потом наемная работа неделя через неделю системный администратор и чё там еще было а еще и по счету я открыл еще участки старые взял себе тоже там обслуживал программное обеспечение кстати до сих пор активен вот в этом году только закрываю потому что уже ну нету времени уже они в москве я здесь так напрягает немножко вот и соответственно параллельно я все этим занимался и потом я когда ушел с наемной работы когда уже у меня был какой-то даже не капитал капитала не было я даже вот только года три назад вот этот вот сложный процент мне пришел в голову и вообще на сознание пришло а тогда просто просто ушел с работы когда был примерно такой заработок или миссия сравнимые до равным даже нам чуть меньше чем мы найдем на работе я нам понимал и плюс у меня еще в голове такая мысль была что неважно сколько там я сейчас зарабатываю но сидя дома у компьютера и проводя больше времени прямо давай интернет бизнес я заработаю намного рак они больше денег чем тратит там неделя через неделю две недели работаем в месяц отлично согласись волосе вот инвестиции это мощная вещь и собственно там лорен баффетт роберт киосаки и многие другие инвесторы их примеры показывают что ну этим направлением стоит заниматься да и плюс еще концепция сетевого маркетинга до сетевого да как раз передачи информация человека к человеку и по сути получается инвестиции плюс сетевой маркетинг это такая мощная комбинация достаточно очень мощный комбинации как роберт киосаки он тоже как-то там говорил по моему что если у меня сейчас все отберут богатство ничего не будет то я бы начал сетевого бизнеса и со временем я пришел к тому же богатство которое у меня есть сейчас на данное время поэтому нет ничего зазорного в том что ты строишь структуры что ты там учиться приглашать что ты там кому-то что-то рассказываешь самое главное чтобы это не было навязчиво да что вот как многие там делать звонят ну там давай к нам инвестируй в одном компании вот это я вообще не переваривали люблю я люблю чтобы люди сами обращались сами спрашивали сами интересовались инвестициями ты просто там подсказываешь там даешь какие-то там инструмента куда можно и именно друзья поэтому и володя и я то есть мы взяли направление блогерство да потому что когда ты записываешь ролики ты просто рассказываешь ненавязчиво да и делишься своими результатами кто кому не нравится проходит мимо он просто не смотрит свое видео кому нравится либо регистрируется по реферальные ссылки либо пишет в личку с вопросами и так далее то есть фактически мне тоже нравится этот подход потому что ты не слышишь отказов практически когда у тебя нету эти возражения до рада сражениями тебя проходит потому что тебе приходит теплый клиент конечно да поэтому это тоже повод для для некоторых из вас допустим есть люди которые хотят заниматься инвестированием на пассиве то есть они говорят я вот готов сам инвестировать но приглашать никого не буду да да не вопрос не вопрос да но если человек например обладает таким побуждением и желанием ну записывать видео готов у так сниматься на камеру как мы сейчас делаем вести свой блог да пожалуйста от почему нет да и опять же для тех бывает такая ситуация что человек обжегся в каком-то проекте в каком-то хайпе потерял может быть его семья там или знакомые потеряли и он и он так говорит что я уже никого не хочу приглашать да именно из своих знакомых но когда ты ведешь блог на тебя подписываются люди из самых разных городов в моем случае даже из разных стран ну или на володя уверен тоже просто у меня еще блок не только на русском но и на английском я когда смотрю откуда там посещение там и пакистан и малайзия и ирак кого только нет там самые разные страны то что у нас ангел ну обычно же мы думаем английский язык это британия там сша канада а на самом деле английский международный на нем говорят там практически везде вот и даже раньше меня смущал там русский акцент что я с акцентом говорю а мне я вижу что там 80 процентов иностранцами с акцентом говорят потому что для них английский это именно между ну международный язык общения так и все нормально коммуницирует ну да а вы как ты прямо разговариваешь по-английски я а кого гайс и и фью спик инвешайкен и коммуникеет видео и нынгеш right now i can make you presentation about investment company окей болоте андасан сми старай да поэтому кстати если вы тоже говорите на иностранных языках кто-то может быть испанский знает кто-то китайский блогинг это вот как раз для вас и вы готовы выйти на камеру и вещать то вот ну да это кстати очень хорошую тему на потому что до расширяться тоже нужно конечно тем более если вы хотите вот я сейчас тоже там одного человека уже давно подписан для него к он тоже сейчас вот начал вести он как раскручивает блогеров и говорит что если вы хотите на монетизации зарабатывать своего контента то если вести американские каналы или вот и русские там у тебя все там монетизации дает а там за рекламу платят десятки больше даже с минимальным количеством просмотров там цены говорил по моему там сколько там 70 тысяч просмотров уже там начали писать там nike там либо не ведет все компании которые предлагали рекламу полторы тысячи долларов там и выше и вот и плюс еще монетизации идет там намного лучше да вот ребята опять же смотрите если знаете какие-то языки кроме русского там может быть английская может быть наш язык из снг там армянский или грузинский пожалуйста понятное дело что там аудитория поменьше будет но пример вам приведу у меня есть партнер денис калачев он из нижнего тагила и в ходе разговора он подписался на мой канал и мы пообщались и выяснилось что он знает жестовый язык то есть и он может у него родители глухие он может на жестах я могу слушать как есть ты знаешь жесты ты можешь для них делать ролики на тему инвестиций именно для глухих он сделал канал еще где-то два года назад да конечно аудитория это достаточно узкая потому что но тем не менее где-то 440 подписчиков у него на данный момент есть но можно сказать целевая аудитория потому что конечно глухие благодарны что он им именно он для них на еще очень на жестовом языке переводят да 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 поэтому я и говорю что если знаете вот какой-то язык помимо русского и я даже денису еще тогда сказал слушай блогеров как я там или володя нас много русскоязычных а у тебя-то фишка именно в том что ты жесты знаешь ну так записывай на жестах вот поэтому пользуйтесь вашим преимуществом у меня кстати был знакомый блогер сейчас давно уже не общались володе тоже его зовут он youtube канал тоже инвестициями занимался и он каждый хайп проектом записывал песню о трек там на две-три минуты о чем хайп там вообще-то я тебе говорю вот очень было трудно он у нее там такая мини студия своя звукозаписи было ну да у него классно получается жалко просто он тратит столько времени и сил там песня потом хайп закрылся как бы теряет актуальность надо прям круто получал за ком рэпе там бум 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 все доброе а сколько процентов какой какой маркетинг а а даже вот я говорю а канал существует до сих пор не знаю но если я найду да и у него осталось там чё там ваку мне кстати песню как раз про меня написал весь там и когда эти могу отлично вот этого в таком стиле все и записываю ребята это о чем говорит что ну талант талант найдет себе дорогу да то есть сейчас действительно согласись не не советские времена живем где бизнесом нельзя было заниматься за спекуляцией можно было в тюрьму попасть да то сейчас пожалуйста есть интернет можно выходить даже на зарубежные рынки если знаешь другие языки конечно то есть вам легко и ну как нелегко конечно все свои подводные камни есть конечно но она если есть цели желания то можно приесть грамотные наставники как клуб клуб заробара хорошо которые подскажут подскажут куда идти куда не надо ходить да и награли это действительно большое дело вот да согласно володя я очень был рад что нам удалось пересечься в славном городе сочи еще буду ходить купаться наслаждаться вот а вам друзья успехов в инвестициях и если вы еще не являетесь партнерами клуба заробара хорошо присоединяйтесь там вы найдете очень ценную и полезную информацию хорошо да тоже был рад тебя видеть андрея очень приятно было пообщаться не уже встречались на вайп из гуд да и в общем классное интервью получилась от и все друзья всем удачи всем пока global star club возможности безграничны